Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркет, составлять ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник, он состоится в 15.00 по московскому времени. Соответственно после записи этого брифинга мы запустим голосование в нашем телеграм-канале, тоже по традиции, предложим несколько тематик на выбор. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет соответственно основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому обязательно поучаствуйте в вопросе и конечно же с большим удовольствием буду всех вас сегодня видеть на вебинаре в прямом эфире. Там же можно будет задать вопросы по тем активам, которые вас интересуют. Ну что ж, вкратце, это неделя. Прежде всего будем фокусироваться на британской статистике. За британской валютой мы наблюдаем уже, добавили фунт в наш портфель. И собственно так же, как и в отношении большинства арийских инструментов, я смотрю по медвежьей. Считаю то, что потенциал снижения по многим из них не раскрыт. И учитывая то, что в ближайшие дни нас ожидает куча отчетов из Англии и заседания Банк Англии, где высока вероятность намека британского регулятора на возможность смягчения монетарной политики. Думаю то, что фунт будет в числе аутсайдеров, помимо еще и политических аспектов, которые давят, соответственно, очень сильное число евро и на фунт. Ну, если пробежаться по основным фундаментальным отчетам, то завтра будем анализировать статистику по бизнес-оптимизму в Германии. Также завтра выйдут данные по инфляции в еврозоне, ронечные продажи в США. В среду данные по инфляции в Англии и протоколы последнего заседания Банка Каналии. В четверг традиционный, когда мы говорим о заседании Банка Англии, заседание проводят в четверг. Часто этот день называют супер четвергом, потому что помимо заседания публикуются протоколы, проводится опрос по перспективам экономического роста инфляции. В общем, очень много отчетов, очень много таких содержательных, фундаментальных данных, которые связаны с действиями британского регулятора. Все это публикуется за одну торговую сессию. Поэтому, если вы следите за британской валютой, вы не можете не знать то, что четверг обещает быть очень жарким днем для этого инструмента. Также в четверг выйдут данные по инфляции в Японии и в пятницу снова британская статистика по потребительской активности и роничным продажам. По сути, один и тот же релиз, который будет нас подводить уже к следующим данным по инфляции и, может быть, позволит несколько с другой стороны взглянуть на перспективы изменения британской монетарной политики. Давайте по порядку, по основным инструментам, за которыми мы следим с учетом того фона, который насложился на данный момент времени. Индекс доллара 105.15. Я считаю, что мы можем точно сказать то, что прошлую неделю завершили прекрасно, выше 105 пунктов и прекрасно, несмотря на даже тот новостной фон, который сложился. Потому что данные по инфляции, которые мы так сильно ждали, по факту цифры оказались ниже, чем прогнозировалось, и мы увидели снижение показателей второго месяца подряд. Индекс потребительских цен скорректировался с 3,4 до 3,3%. Это основная инфляция, данные по PPI, промышленной инфляции тоже указали на снижение. Был очень слабый отчет заявка на пособие по безработице. И, наверное, в таких условиях могли бы создастся предпосылки для того, чтобы доллар и индекс американской валюты столкнулся бы серьезным прессингом. Но был фон нейтрализатор. Я также говорил об этом на прошлой неделе. Это заседание ФРС и, возможно, даже пресс-конференция главы американского регулятора, где он ясно дал понять уже с отсылкой на те актуальные релизы, которые вышли, потому что заседание состоялось после публикации данных по инфляции, что американскому регулятору требуется больше хороших, сильных отчетов, которые позволят Федрезерву быть более убежденным, уверенным в том, что инфляция находится в траектории устойчивого снижения и доберется до целевой отметки в 2%. И пока этой уверенности нет. Я думаю, что Пауэлл нам ясно подчеркнул, что очень важно дождаться уже июньских данных по инфляции, потому что, как правило, мы говорим о наличии какой-то тенденции, если в рамках трех месяцев мы видим определенного характера данной. То есть либо статистика ухудшается, либо, напротив, улучшается. Соответственно, если по итогам этого месяца, то есть по итогам июня, мы поймем, что инфляция снова снизится, это будет уже самая настоящая тенденция ослабления инфляционного давления, и Федрезерву придется это признать. Поэтому я сейчас заранее рекомендую ждать уже выхода данных по CPI за июнь, они опубликуются до середины следующего месяца. И на основании этих уже отчетов, этого отчета, принимать решение на перспективу, что делать с долларом дальше. А до этих пор у нас есть еще несколько недель, чтобы мы работали с идеей крепкого доллара, потому что сам американский регулятор пока не торопится что-либо менять и корректировать в текущей монетарной политике. Точечная диаграмма, кстати, которая публикуется раз в три месяца, подсветила, что четверо из 19 политиков уверены, что ставку вообще не нужно менять до конца этого года. Семь проголосовали за то, что нужно ее поднять, точнее снизить один раз на 25 байсных пунктов, и восемь представителей проголосовали за снижение на 50 байсных пунктов. Если сравнить, опять же, эту точечную диаграмму с тем, что было три месяца назад, то тогда мы всерьез допускали то, что американский регулятор снизит ставку минимум четыре раза. Сейчас это уже максимум два. Поэтому в целом новостной фон остается больше в текущих условиях, располагающих для покупок доллара, да и, собственно, американская валюта чувствует себя действительно бодрой. 105.15 текущей котировки, целевой ретир теперь 106 ровно. Золото 2324 доллара за тройсконсу я по-прежнему за продажу, потому что верю в дальнейшее восстановление американского доллара и считаю, что в ближайшие дни золото выберется из вот этого размашистого широкого коридора проторговки, который в эквиваленте сейчас составляет почти 25 долларов, и протестирует поддержку 2300 долларов за тройсконсу. Евро против доллара 1.07 текущей котировки, завтра данные по инфляции. Ожидается, что показатель в мае остался на прежнем уровне 2.6%, но могут быть сюрпризы ослабления операционного давления. В конце прошлой недели главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн снова сделал акцент на то, что ЭЦБ может легко снизить повторную процентную ставку на одном из ближайших заседаний. Хотя мы в этом и не сомневались. Что касается политической темы, будем следить за выборами во Франции. Первый тур выборов состоится уже 30 июня, второй тур пройдет 7 июля. До этих пор политический риск и неизвестность, в принципе, того, что будет дальше, я думаю, не позволит покупателям перехватить инициативу. Очень похожая картина по британскому валютному активу. Здесь также мы ждем парламентских выборов. 4 июля они состоятся чуть позже, чем во Франции. Последний раунд дебатов между партией оппозиции и партией власти состоится буквально через неделю. На данный момент какого-то общественного перевеса в плане поддержки Ириша Сонак и его оппозиционера нет. Я как раз эту тему детально разбирал в конце прошлой недели. И учитывая также, что на этой неделе нас ожидает очень много фундаментальных отчетов, пожалуй, самое главное из них будут данные по инфляции, которые выйдут еще до заседания Банк Англии. И там, согласно прогнозам, это тоже майская статистика, может быть зафиксирован спад снижения индекса потребительских цен с 3,3 до 3,1%. Поэтому, кто знает, друзья, может быть устойчивое снижение и замедление инфляции позволит Банку Англии примкнуть к другим регуляторам, которые уже начали снижать ключевую процентную ставку. В этом случае фунт точно будет в числе ауцайдеров. Я рекомендую смотреть на целевой ориентир отметки 1,25. Доллар-каналец без изменений 1,37х42. Ждем протокол заседания Банка Канады и роничные продажи. Я сторонник того, что Банк Канады все-таки снова снизит процентную ставку, скорее всего, даже в июле. Об этом ранее говорил Тиф Маклим. И в целом делаю акцент на очень сильное ухудшение экономической конъюнктуры и то, что разворот на рынке нефти, который, на мой взгляд, уже должен был произойти, но, видимо, придется чуть подождать, тоже отправит, собственно, канадский доллар к новым минимумам против американского конкурента. И целевая отметка 1,39-1,40 все так же актуальна. Американский фондовый рынок, ждем планку 5,500, до нее все меньше. Уже текущие котировки 5,435, если немного округлить, можно сказать, что в целом мы также остаемся на исторических максимумах. И доллар-иена 157,40, это, пожалуй, главное разочарование прошлой недели, потому что Банк Японии, несмотря на все анонсы, так и не стал корректировать программу количественного смягчения. Но, видимо, они решили пойти сложным путем. Сложный путь, на мой взгляд, это повторная валюта интервенции. Если в ближайшие дни пара доллар-иена снова прорвется в район 158 иен за один американский доллар, то, соответственно, Банку Японии придется что-то делать, чтобы ослабить и предотвратить еще большее ослабление национальной валюты и остановить вот этот тренд на девальвацию. Я за продажи, за долгосрочное снижение пары, собственно, так же, как этот прогноз был актуальный на прошлой неделе. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.